ребята всем огромный привет с вами серега стилов это новая серия стилов daily добро пожаловать наш видосик ставьте лайкос авансом прямо сейчас и мы начинаем у нас можно сказать спонтанная серия новогодняя серия и я приехал gtr чтобы померить на нем новые диски я хотел это сделать в 2022 году и я это сделаю 2022 году перед этим пригнал сюда на тундре выгрузил домкрат новые диски которые мы скоро увидим тундру отвез на мойку она моется здесь недалеко сам пришел сюда сейчас будем заниматься как раз таки этим делом собственно наш gtr зацените как тут пыльно пипец тут просто такой слой пылище но обратить внимание вот этот чехол от gtr shop который мне подарил паша очень круто защищает все это дело от пыли правда из-за того что gtr у нас качок внизу нас пыльно потому что чехол полностью не закрывает стоковый gtr этот чехол полностью закрывает короче я уже в предвкушении на самом деле заняться делом да еще периодически здесь будет отрубаться свет потому что здесь все по датчикам движения да ребят следующий кадр и я в тундре она уже помыта короче там сел аккум просто напрочь полностью я посмотрел на это все посмотрел клеммы они на месте пошел за тундрой тундру домыли я решил все таки сегодня доделать эти все дела потому что их запланировал сегодня хоть сейчас время 2.34 завтра с самого утра вставать на спорт я не сдаюсь я еду сейчас на заправку куплю крокодилы и попробую все-таки осуществить задуманное зачем мне нужен работающий аккум чтобы к нему поднялась потому что иначе я не смогу и поднять машину домкрата так запел это уже хорошо я примерно сейчас посмотрю как все смотрится на старых дисках и на новых потом посмотрю в принципе в ездовом положении они стоят ровно парке передние задние на сантиметр наверное даже меньше на сантиметр где-то вовнутрь то есть за развала так у нас полный дроп смотрим как ушли колеса и так совершенно нормально кстати что они уходят в арку образуется такой некий тукет смотрел liberty волк все тачки они принципе ну гтр и стоят большинство на тукете как раз таки но у нас где-то три с половиной сантиметра диска зад у нас вот так встает машина уходит в лютый развал не знаю здесь наверное мы сейчас замерим его но мне кажется здесь градусов 5 на дисках где-то сантиметра 4 точно есть так наш волшебный инструмент по развалу да я был прав минус 5 по этим спицам тоже минус 5 принципе вот здесь вот адекватно мерить как раз по ободу я поднял машину на самом деле это даже не полный верх вот такая у нас ситуация сзади я думаю примерно так же кому интересно и это у нас 110 писяй максимум он поднимает 130 насколько я знаю вот короче максимум 131 писяй да она стала еще выше видите от кулака сколько ладно чего кулаком до кулаком у меня же есть рулетка до шины где-то 10 сантиметров перед до шины также 10 сантиметров здесь 17 практически здесь 14 в принципе вот такой высоты хватает заехать реально куда угодно понятно что не тундра конечно но высоко так ну что ребят вы готовы увидеть диск на светом развернем 315 то я зацените его это стиль лютый просто лютый стиль теперь посмотрите промо видео этого диска ну как вам они конечно запылили сейчас немного вот она над пистилов диски от power wheels 3 составные с полкой короче это реально крутые диски капец сейчас будем примерять безопасность мое второе имя отгадайте для чего были нужны плоскогубцы почему именно они так ребята я поставил диски задние они смотрятся вот так примерка у нас по гоночному на три гайки передние диски они естественно немного в других параметрах у них поменьше полка они поуже тоже на три гайки и выставил сейчас типа ездовое положение кастомное только что его настроил она у нас ну что-то типа два пальца не знаю для gtr и возможно это слишком низко хотя вот так смотришь вроде нормуль не так уж и низко но именно по губе по порогу на сливе это все конечно ниже но и геттер должен быть повыше не совсем стендс машина то есть не путайте сейчас что это типа стендсовый геттер он должен ехать низко когда у него все шкребет нет как раз таки вообще нет это гоночная машина она должна быть в меру низкая в меру высокая смотрим назад здесь тоже так вот два пальца вот это оптимальное думаю что ниже точно некуда выше наверное тоже нет диски стоят вровень с аркой реально вровень так ну что я на самом деле сам впервые вижу машину на этих колесах вроде видок имеет определенно имеет что скажете здесь конечно не понять потому что на пыльная в чехле с открытым капотом сзади пипец просто пипец так вот наши старые диски ну естественно они остаются они никуда не уходят это диски liberty волк это диски порвилз здесь у нас кстати стертая то я вообще его надбойник здесь стоя новая перед получше чуть а я даже не дрифтил вот получается liberty волк диски но к сожалению 10 плохо видно чудесерка чуть повыше здесь видно что они в арке здесь надо чуть дропнуть ее с этой стороны я кастом на дропал она четырехконтурная поэтому ее можно прям вот так вот то есть перед право перед лево зад лево зад право можно по отдельности все это дропать на пневме ну конечно черные теряются теперь если сравнивать с этими пипец они сразу дают понять кто тут батя не побоюсь этого слова капец время до 3 46 сергей стилов на паркинге примеряет колеса угарно если бы макс макла и бусинка здесь бы тоже что-нибудь чинили в это время типа макс не знаю что он может делать кроме как полировать sky я что даже ничего не придумываю вашу бы наверное сейчас тоже торпеду начищала но нормальные люди спят а я здесь колеса примеряем но мне конечно очень нравится реальный вид имеет в россии делаю диски кто не знал провел с московская компания я думаю вы слышали потому что они много где много на слуху так как и блогеры и известные блогеры автоблогеры на дисках ездят и просто всякие крутые тачки дорогие тачки но в таких параметрах у меня у первого диски вот именно в таких злых параметрах именно злые вылеты злые полки и злая ширина понятно там на rolls-royce делаешь диски у них ну не будут таких параметров да они будут большие они будут там офигенно выглядеть но таких широких параметров у них не будет сразу скажу как вообще родились эти диски дизайн полностью кастомный его делал лёня ну соответственно power wheels компания но по моим примером насмотрелся кучи гтеров и liberty волк и в пандемии и просто на каких-то широких и увидел вот похожие на самом деле диски похожий дизайн на одном из геттеров там видосик прям с ним и скинул лёня я скинул ему на самом деле разные диски которые мне нравятся но больше всего примеров там было именно вот такие спицы такой дип на этих спицах или если правильно наверно здесь конкей и соответственно полка и я сказал примерно хочу так прошло некоторое время или они мне как раз скидывает макеты 3d макета я так понимаю этих дисков и я сказал да это она то что надо здесь прикол что есть полка есть вот этот самый его называют deep на самом деле правильно это конкейв плюс диск составной и вот эти вот спицы так вылезают прямо смотрится круто они конечно немножко пожирают полку да ну грубо говоря внешне но смотрится это круто ну и цвета я тоже сам придумал мне лёня естественно предложил разные цвета можно было и полку покрасить и центр естественный колпачок и колпачки тут значок power wheels я выбрал вот такие цвета здесь бронза здесь полированная полка под лаком и inner типа браш так еще раз подснимем видок блин капец ну они конечно да они прям смотрятся зашибись ребят сорян за мою ночную затупку так подустал уже но малина на того стоит это конечно тоже прикольные диски но они довольно скучные них что круто это конечно же лютая полка короче полка тут если в сантиметрах то это 19 смело даже 19 половина верно здесь у нас полка 16 сантиметров там 19 там вот такая полка получается но это максимально возможная полка которую можно было сделать напишите на самом деле в комментариях ваше мнение как вам диски во первых как вам диски по сравнению с этими дисками liberty волк что думаете за дизайн что думаете за то что как они смотрятся на геттере сейчас мы его дроп не в полный низ и посмотрим как это смотрится у меня тут такая атмосфера знаете к это гаражная ну несмотря на то что это подземный паркинг машина под чехлом домкрат и диски все это лежит тут я занимаюсь как будто щас на улице день или не надо раз вставать ну ничего но того стоит реально того стоит сто пудово конечно блин вид реально крутой так мы полностью дропнули геттер у него сейчас 0 писяй в пневме что мы имеем по передним колесам принципе они наверное также сидят как и сидели передние liberty волк от кромки диска тут три сантиметра блин эта машина мерила я диска от шина 35 здесь у нас от кромки два сантиметра то есть она не в небольшой такой тукет ушла но находится гораздо ближе с аркой так я сейчас поднял машину на то ездовое которое у меня было настроено на котором я как раз выезжал это конечно не два пальца если читать так от кромки диска это по 11 сантиметров до арки но это такое три пальца короче два с половиной такое боевое ездовое на самом деле здесь точно так же наверное есть смысл ездить так все-таки они на два пальца хотя разница всего лишь там полтора сантиметра так все в принципе я доволен я примерил все посмотрел хотел вам кстати показать пневму как она тут установлена вот баллон стойка все это конечно очень близко но ничего не задевает там реально зазор наверное 0507 но если бы задевал на подушке это было бы видно плюс это кит под gtr поэтому я думаю тут аэрлифт все рассчитал так сказать на съедение не сановодом зацените что аэрлифт написал nissan skyline r35 gtr найдите лишнее слово стойки с бачками а это значит что летом будем их крутить сжатие отбой все это регулируется тут спортивные стойки я бы конечно на армировочку сделал бы защиту еще дополнительную такую кожух я думаю я его сделаю пневму мне установили ребята из air masters они же и везли мне эту пневму них есть установщик установка пневмы вышла практически под 100 тысяч и и ставили чтобы понимали полторы недели у меня есть некоторые вопросы к ней я пока с ребятами общаюсь придем надеюсь какому-то консенсусу так принципе все аккуратно это датчики положения кузова а еще мне на следующий сезон есть одна цель по gtrce это поменять тормоза поменять на карбон керамику конечно же с такой мощностью вы сами понимаете что делает карбон керамика это не что я как-то прокатился на машине у которой стояла карбон керамика это просто пипец как она тормозит но и все это говорят что когда железки меняешь на карбон керамику ты просто но это общает и передать словами а торможение хорошее хочется плюс эти тормоза уже такие. Колодки в принципе-то есть. 50% я думаю даже. Ну, короче, да, есть планы у меня. Накопить с обедов. А на сэкономленные в RDS, естественно. Кто помнит этот прикол, ставьте лайк. Кстати, вот эта вот новая шина здесь, ТОЯ, у нее пробег вообще ноль. Здесь не такой уж жирный протектор. Я что-то думал он больше. Поэтому вот эти шины передние на Либерте, которые можно назвать практически новыми, хотя я на них катал целый сезон. Но они уже старые. Они вот, получается, 20-го года. Здесь, конечно, да, под отбойники прям. Монеткой, короче, не замерить. Знаете, монеткой меряют. Так, а вот наша задняя пневма. Сейчас тоже заценим. Датчики положения кузова. Сам баллон со стойкой. Стойка, кстати, регулируется. Это типа как обычный кайловер. Они, по-моему, Air Lift на базе BC их делают. BC Racing. Но не уверен. Также здесь есть бачок. Я бы, конечно, крепил вот это все на резьбовые клепки. Саморезы. Это, конечно, прикольно. Здесь, кстати, видно выхлоп. Банки. Банки на самом деле глушат выхлоп. Она стала тихая. Прямо мне не хватает даже громкости. Так, тормоза тут, колодочки имеются. Ну все, наша молния McQueen накрыта чехлом. Надо будет новый аккум, стопудово. Потому что здесь еще стоит суперстарый аккум, который еще в 20-м году, я помню, садился. Диски я снял. Они у меня хранятся в тепле. Тундра, как всегда, исполняет роль технички. Поэтому сейчас все загрузим в кузов и поедем. Не, ну чисто так же оставить диски в пакетах. Было бы забавно. Но этого мы делать, конечно же, не будем. Вот так, кстати, выглядит мой ключ от GTR. Стивов. Это из GTR Shop. Конечно же, этот брелок стоит сменить. И вы спросите, на что? Конечно же, на брелок Trailhead. У них очень большое пополнение вот таких брелков. Забыл, как они правильно называются. Короче, что повесить? Кипитстрит? Что-то на японском или Жигули? Пожалуй, повешу Кипитстрит. Причем, в разных цветах. Очень много новых позиций, разных всяких брелков. Поэтому, кто хочет приобрести, лучше сразу несколько на сайте. Сайт в описании 3-4 Play. Также в розничных магазинах в Питере, в Москве. Приходите и приобретайте брелки. Ну, а я решил повесить старый добрый Кипитстрит. Я не знаю, почему я это сделал. Так, я совсем забыл, что есть еще такой. Кстати, вот этому брелку на Тундре Кипитстрит 2 года вот в таком он состоянии. Юзается каждый день. Абсолютно каждый день. Карман, сумка, ну и тундра. Время у нас 5-10. Нормально я так потусил, чисто колеса примерил. Но я знал, что вот эта вся фитуха, вот эти все примерки, они никогда за 10 минут не делают. Потому что я ехал сюда, я такой думаю, ну, что там два колеса снять? Под домкратить снять, два колеса одеть, ну, минут 10-15. Это типа, если бы я переобувал дрифтовую тачку, просто перекинул колеса. Но потом я понял, да, я же еду мерить, поэтому это сначала замерь до, до в одном положении, в самом низком, там в среднем, потом поставь колеса, расскажи о них, замерь опять же в среднем положении, в низком, посмотри, что как, походи сто раз вокруг машины. Ну и, соответственно, у нас на все про все ушло два часа здесь тусил. Понятно, что с перерывами, ну, как с перерывами, я просто не спеша мерил колеса, смотрел на это все, вкушал. Плюс, конечно же, это все снимал, рассказывал. Короче, вот такие у нас вот примерки, вот такой у нас вышел ролик про примерку колес. Я на самом деле думал, что это будет небольшой эпизод, там, типа, минут 5 максимум. Но на самом деле оно того стоит, потому что эти колеса, они того точно стоят. Опять же, хочу поблагодарить Риву, а именно подписчиков, конечно же, за то, что мне помогли приобрести эти колеса, потому что это кастомные колеса в 20-м размере. Шириной они, кстати, перед 11 и за 12. У моих Liberty Walk такие же параметры по ширине, тоже перед 11 и за 12. Соответственно, эти диски были оплачены тоже с бюджета с Ривы. Короче, Рива реально затащила Геттер. Вот просто реально затащила по всем параметрам. Это постройка, это пневма и это диски. Когда такое бывает, что Жига вытягивает Геттер? Это, конечно, все шутки. На самом деле, большое спасибо вам, всем, кто участвовал. Короче, серия получилась полностью про новые колеса от Power Wheels. Кстати, конечно же, ссылка на Power Wheels будет в описании, потому что они сделали для меня хорошую очень скидку, прямо бодрую скидку. Поэтому, естественно, я их порекомендую и оставлю в описании. Ребят, вы можете написать и заказать себе кастомные диски, причем под абсолютно разные автомобили. Например, у царя диски от Power Wheels на его дрифтовой тачке. Много кто в RDS GP ездит на дисках Power Wheels. Я бы, конечно, тоже очень хотел бы, чтобы у меня на SX были кастомные диски от Power Wheels. Но это реально стоит денег, конечно, по отношению к китайским дискам, которые сломал, и они стоят как покрышка одна и как бы не жалко. Конечно, сами понимаете, кастомные диски, они стоят дороже. Но они и круче в разы. Это, блин, это реально крутые диски, это оригиналы, это кованые диски. Они, конечно же, легче. Поэтому много кто в GP, в том числе и царь, ездит на дисках от Power Wheels. Я пока, наверное, себе такого позволить не могу. Если, конечно, только не придет Power Wheels и скажет, Серега, давай сделаем тебе чисто диски на SX. SX, это надо не 4 диска, а минимум 8 дисков, сами понимаете. Но это было бы круто, конечно, в кастомных параметрах. Но, опять же, для дрифта параметры не нужны широкие. Это для стенсухи, для красивой тачки нужны широкие диски под white body, под расширение. Для дрифта 18 диск, ну, там, девятка оптимально. К чему это все? Если вы захотите диски на свою тачку, любую машину, старая, новая, спорткар, не знаю, там, гиперкар, просто легковушка по повозкам, внедорожник, легковая машина, вы можете обратиться в Power Wheels, и вам сделают кастомные диски. Можно сделать модели, которые у них уже есть, а можно сделать вообще что-то свое. Поэтому ссылка на Power Wheels в описании. Пишите им смело, во всем помогут, рассчитают вам прайс и сделают вам крутые диски. Ну, а мы, ребят, на этом заканчиваем нашу серийку. Я поеду спать, у меня осталось буквально несколько часов поспать, и я поеду на трене уже к Димону. Вам я желаю хорошего Нового года. Как я уже сказал, добивайтесь своих целей. И с вами был Серега Стилов. Тренируйтесь, строите тачки, и до новых встреч. А моя цель по Гетеру, как вы уже слышали, это карбонокерамические тормоза. Нормальная машина помыл. Слег выпал. Субтитры сделал DimaTorzok